Всем привет, друзья! Сегодня поиграем в недавно вышедший новый мод под названием Чудесный кристалл, дарованный звездами. Как-то так он называется. Ну давайте посмотрим. Я обычный парень, ничем не примечательный. Мы как винтики в огромном механизме, и если ты выпадешь из него, никому не будет до этого дела. Вместо тебя придет новый винтик. Все эти человеческие чувства, мораль, законы вызывают у меня рвоту. Я жил без смысла жизни, пока однажды он не появился в моей жизни. Оно забило всю мою голову, из-за чего я перестал там что-то там. Да, но похоже наш главный герой узнал про этот самый чудесный кристалл. Так, и мы в зоне. Рядовой Гребещук. Стоять! Проникновение на территорию зону отчуждения карается расстрелом. Еще один шаг, и я пристрелю тебя. Так, постойте, постойте, товарищ военный, давайте подоговоримся, а? У меня есть деньги. А? Взя откуда-то мне хочешь? Тебе за это надо на месте... Ладно, я сейчас тебя к полковнику отведу. Ну, ты с ним договаривайся, в общем. Попытаюсь избежать, я тебя пристрелю, понял? Ох как, ну ладно. Блокпост. Следовать за военным. Что ж, мы, значит, прибыли в зону. Здесь у нас имеется в этом моде единственная локация Кордон. Судя по всему, дальше мы тут не уйдем никуда. И основное задание это найти Монолит, исполнитель желаний. Ходит ли геда о неком камне Монолит, который исполняет любое желание и должен найти его? Да, ну в общем, сталкер вот узнал об этой байке. И решил проверить. Ладно. Так, играем мы за Миллера. При себе какой-то только кейс с деньгами. Ага, в котором находится мой пропуск в зону отчуждения. Так, ладно. Так, добрались. Вот, поднимайся на второй этаж, там наш полковник. И не пытайся сбежать, не сможешь. Так, ладно, хорошо. Ну, давайте посмотрим. Получится у нас пройти или нет? Как-то здесь главный герой очень резво бегает. Здоров. Так, 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 кто тут у нас? Имя, фамилию, отчество. Говори немедленно. Успокойтесь, успокойтесь, товарищ полковник. Давайте договоримся, у меня есть деньги. Деньги, говоришь? Сколько? Даем кейс с деньгами. Столько подойдет? Сойдет. Значит, слушай сюда. Мы сейчас делаем вид, что несколько минут тебя не видим, а ты в это время уходишь как можно дальше. Понял? Да, все понял. Все, удачи. Сдохнуть в зоне. До встречи. Так, несколько минут, говоришь? Я вообще, честно говоря, еще бы пробежался по... А, тут, наверное, не пробежишься, да? С вопросами, командиру. Понятно. Ладно, ну хотя бы по первому этажу тогда пройтись не помешало бы. Вот здесь иногда что-то лежит. Но сейчас ничего. Так, а сломать мы это никак не сможем? Мы... У нас даже ножа нет, похоже. Или он тут не достается? Ну-ка. Может, все-таки сможем сломать? Ну-ка. Нет, сюда, похоже, вообще никак не залезешь. Или все-таки получится. Ну, давай. Нет, наверное, не сломаем никак. Блин. Ну. И что, стоило оно того? Да, стоило. Тут есть аптечки и антирад. Точнее, антирады и аптечка. Ладно, неплохо. Ну, хотя бы что-то. Сейчас еще тогда зайдем... Проверим запасы припасов. Вот здесь вот бывают. Но тут, похоже, уже все съели, да. Ничего не осталось. Ладно. А вагончик? А вагончик пустой. Так, ну все. Тогда не будем больше здесь задерживаться. Да. Теперь нож мы можем достать, но он нам уже сейчас не нужен. И нужно добраться до безопасного места. С военными я договорился. Вот и отлично. Теперь нужно дойти до местного лагеря под названием Деревня Новичков. Она обязана находиться за западосеверным холмом. Ладно, сейчас посмотрим. Ну, в общем, все как всегда. Прибыли в зону. Прошли через блокпост. Теперь в деревню. Посмотрим, кто здесь. Какую-нибудь работу поищем. Волк. Эй, новенький, подходи, поговорим. Ну, удачной охоты, сталкер. Так, ты чё это, Сидорич? Мы ещё с тобой даже не познакомились. Ничего себе они тут соорудили. Что вы заскучали, мужики? Так. Ну что? Привет. О, приветствую новую душу в этом богом забытом и опасном месте. Ээээ, как звать велича от тебя? Я Миллер, а вы, как полагаю, глава этого лагеря. Верно, правильно. Я старше в этой деревне. Меня, если что, волком кличут. Миллер. А почему Миллер-то? Миллер, да я сам не знаю. Прицепилось оно как-то ко мне, так и осталось. Я слышал, что в зоне только различные клички и прозвища вместо имён. Вот решил быть Миллером. Понятно. Ну, скажу, что Миллер неплохая кличка. Хотя у нас же тут традиция. Позывные по ходу прибытия в зоне дают. Например, кто-то выделяется тем, что хорошо физику знает. Так его и назовут физик. Ну ладно, заставлять отрекаться от прозвища не собираюсь. Будь тем, кем ты решил. Миллером. Спасибо. А почему волк? Да если честно, я и сам подзабыл, за что мне такую кликуху выдали. Староват уже, память подводит иногда. Кстати, а ты чего голый-то? Да пришлось дать последние деньги военным за проход. Мне сказали, что тут могут помочь со снарягой. Но если нужно, я готов быть голым. Сам что-нибудь найду. Хм. С голыми руками будешь на мутантов лезть? На тебе даже какой-нибудь куртки нет. Что тебя защитит, если в аномалию угодишь? Или мутанты нападут? Или пулю получишь? Я тебе ничего дать не могу. Сейчас давай иду к Сидоровичу, торговцу нашему местному. Он, бесспорно, тот ещё жук. Но, в конце концов, если всё выполнишь нормально, то выдаст оружие, там, еду, броню. В общем, даст шанс выжить здесь. Ага. Ну хорошо, иду. Интересно будет познакомиться. Так. Ну пойдём. Пойдём с Сидоровичем пообщаемся. А потом и с остальными. Я смотрю, там техник есть. Так. Ну что, Сидор? А чё, не так? Ну кто там ещё? Ладно, заходи ко мне. Кто бы ни был. Ну здорово. Есть что-то стоящее? Пока ещё нет. Товары нужны? Информация? Или может ты это? Хочешь продать информацию мне? Да погоди. Дедушка, это вы Сидор? Сидорович. Дедушка? Ну да. Я Сидорович. Никогда тебя прежде не видел. Да и ты тем более ещё без снаряги. Новенький что ли? Да я только прибыл. Меня волк сюда послал. Сказал, что вы можете со снарягой помочь. Ага. Ну так и быть. Я помогу тебе со снаряжением. Но думаю, сам понимаешь, что не за красивые глазёнки. Придётся отрабатывать. И что, собственно, нужно делать? Да всё легче простого. Гони-ка мне на чьёс. Найди там тайник на крыше энергоблока. И принеси его с одержимой мне. В нём там это, вроде должен быть миниган с патронами. За это дело я тебе 500 рублей дам. Думаю, купишь себе что-нибудь. Шоколадку, например. Да расплюнуть. Сейчас пошёл. Серьёзно? А что ты так смотришь? Шучу я. Ладно, теперь к делу. Короче, неподалёку мне оставили важную инфу в схроне. Сгоняешь туда, достанешь и принесёшь мне флешку с этой информацией. Получишь за это всё первую снарягу. Координаты схрона тебе на КПК переведу. Понял? Понял. Так, какой-то схрон. Что за задания такие интересные? Ну проветришься, заходи. Какой-то схрон прямо вот здесь под боком за забором. Интересно. Ну и что? Какой-то пень? Нет, не здесь. Вот в этом пне. Да? Так, и мы сразу забрали. Объяснить всё Сидоровичу. Или не забрали. Тут или тут пусто. В тайнике не было ничего. Похоже, что кто-то до меня взял носитель информации. Смысл Сидоровичу давать координаты на пустой схрон? Необходимо рассказать об этом торговцу. Ага. Ну вот хоть что-то интересное. Сейчас будем оправдываться, что там ничего не было. А Сидор скажет, что было. Что ты спёр. Да. А может и нет. Сейчас посмотрим, что будет. Может это тест. Ну-ка, Сидор. Я по поводу флешки. Ну что, где? Тут такое дело, не нашёл я там ничего. Как это не нашёл? Ты точно на координаты прибыл? Всё хорошо обследовал. Может невнимательно посмотрел? Да, всё посмотрел тщательно, ничего не было. Ааа, странно как-то. Тебе врать мне незачем. Неужто меня обманули? Ладно, Миллер. Держи вот за старание. ПМ, куртка, медицина. Ну, еды там немного. На первое время для того, чтобы выжить, хватит. Иди пока погуляй, я потом свяжусь насчёт работы. Благодарю. Интересно. Так, ладно. И вот уже Волк сообщение прислал. Какое-то дело. У всех дела. Ну, пойдём посмотрим, что за дело. Так. Так. Ну, что теперь? О, Миллер, ты уже здесь? Отлично. Что такое, Волк? Зачем звал? Я решил свою задницу с насиженного места поднять и провести своего рода экскурсию для тебя. И для ещё одного. И зачем эта экскурсия? Ну, как зачем? Я тебя научу одному делу, которому обучен каждый сталкер. Поиск и отлов артефактов. Так ты это, давай иди за вторым. Я пока соберусь и выйду за деревню. Там буду вас ждать. Ну, хорошо. Так. Второй. Где-то здесь. Привет, брат! Да? Ну-ка. И кто у нас тут? Блин, ты чё? Ну, всё. Финал. Ой, прости, я не хотела. Просто... Ивета. Что, просто перепутала меня с мишенью? Блин. Прости, прости, я просто перепутала с одним... Как ты? Как ты, а? Да ничего страшного. Всякое бывает. Я в порядке, в порядке. Нас, это, на заднем дворе деревни Волк ждёт. Он решил провести для меня и тебя экскурсию. Как тебя вообще зовут? Правда, ничего страшного? Пули ведь прямо у головы проскочили. Как меня зовут? Меня зовут Ивета. А тебя как? Да ничего, я Миллер. Пошли, Ивета. Нас Волк ждёт. Да. Отличное начало. Так, ну, все в сборе. Я, как и все в деревне, слышал выстрел в доме. Что случилось? Вы оба познакомились? Да, познакомились. Произошло ничего страшного, просто недоразумение. Давайте перейдём к сопровождению. Ладно, хорошо. Дело ваше. Так, ну, значит, слушайте сюда. Оба. Пристально идите за мной. Не отставайте. И не привлекайте лишнего внимания. И выполняйте мои приказы. Хорошо? Понял. Так. Ну, пойдём. На экскурсию. В который раз? Куда мы? К яме идём? О, тут какой-то кислотный холм появился. Ладно, сейчас посмотрим. Так, ну, мы по стандарту забегаем немного вперёд. Ну, что, мы сюда? Да, сюда. Куда же ещё? Что тут ещё показывать? О, энергетик нашли. Так, дождаться и ветва. И чё она там тормозит? Уже можно было раз 500 тут всё посмотреть и уйти отсюда. Так, ну что? Так, ну, добрались. Это аномальное поле ямы. Здесь находятся аномальные гравитационные аномалии. Ну, типа там карусели, трамплины. Значит, это, смотрите. Чё это вы смотрите так удивлёнными глазами? Хм. Словно только в первый класс пошли. Так. Ну, короче, я тут чё-то по-быстрому объясню вам это. Ну, карусель, там это по названию понятно. Засасывает там себя, там, тебя наверх. А потом разрывает на части. Только окровавленные кости остаются. Ну, такое себе, конечно, да. Страшно подобное видеть, конечно. А трамплин, ну, это уже немного полегче. Просто наносит удары. Там обойдётесь только одними синяками, ушибами. Ну, может, кости поломает. Ах, ладно. Ну, может, и сильнее попадаются. Короче, этих обеих, скажем, бестий нужно заметить. И по искажению воздуха и обойти по возможности. Понятно? Ну, да. Так, Миллер, давай иди в аномалию. Вот тебе детектор. Ну, как в аномалии проходить, знаешь? Короче. Всё банально просто. В одной руке держишь жизнезяку, какой-нибудь там болт, например. Кидаешь его. Если никаких искажений нет, ну, тогда идёшь. А в другой руке держишь детектор. Он интуитивно понятен. Поймёшь, как работает. Таким вот образом ходишь по аномальному полю, ловишь артефакты. И запомни. Без детектора артефакт не взять. Как бы объяснить, чтобы вы оба врубились. Ну, короче, выплюнет она его. Так. Ну, сейчас на практике поймёте. В общем, Миллер, дуй к аномалии. А и Вета, смотри за ним со стороны и наблюдай, как артефакт достаёт. Так, ну, пойдём. Дают сразу нам медвед. Ну, пойдём посмотрим. Так. Ну, где я тут что? Как тут пройти? Аккуратно. Незаметно. Ага. Оп. Всё. Ударил он на нас всё-таки. Поздравляю с артефактом. Да, ещё выйти надо. Так, аккуратно. Всё. Мы на свободе. О. У тебя даже бинокль есть. А некоторые смотрят просто сквозь глаза. Сквозь пальцы. Так, ну что, нашёл что-нибудь? Да, вот что-то есть. Отлично, молочина. Эта медуза – самый распространённый артефакт в зоне отчуждения. Стоит не особо много. Но поздравляю. Это твой первый артефакт. Ладно, пойдём в следующий пункт нашей экскурсии. Ну, пойдём. Так. А ты что, не смотрела даже? А, всё понятно. Так, следующий пункт, я предполагаю, это будет кислотный холм. Но посмотрим, что там. Ну вот, идём мы, идём. Проходим сейчас мимо этого вагончика. Здесь я смотрю, дверь появилась. Так. Ладно, сейчас переговорим. Так, так, так. Глядите на тот холм. Видите лёгкие зелёные испарения? Это химическая аномалия. Думаю, вы уже догадываетесь, как они работают. Попадёшь в неё, словно кислотой обожжёшься. Осторожней с ними быть нужно. Как и со всеми аномалиями. Просто, вот ещё. Эта зелёная хрень вот эти испарения выделяет в маленьком количестве, ну, количествах. Он безвреден. Но, когда в поле таких кислот лезешь, где этого газа столько, что хоть магазин открывай, тебя убивать начинает. Поэтому долго там не находитесь. Ладно, дальше идём. Так, ну хорошо. Дальше к третьему пункту. Хорошо, вы пока идите, а я посмотрю, что тут за такой вагончик. Ну, походу, ничего здесь интересного нет. Да. Ладно. Так, ну вон он, этот самый холм. Можно будет там потом артефакты поискать. Ладно. Так, следующее место это жарки, судя по всему. О, вот это моя самая нелюбимая аномалия. Помню, когда-то вляпался ногой в одну такую. Хреновая эта штука. Жарка. Она потоком огня ударяет. Её можно заметить маревом. Всё-таки жар выделяет. Отсюда и название. О, вспомнился случай один. Когда в рейде с одним товарищем был, решили сделать привал, чтоб поесть. Достаем тушёнку и думаем, что делать. Холодным есть как-то не хочется, а на костёр спичек не было. Но этот дружище мой приметил одну жарку, предложил на ней разогреть. Я не уверенно дал согласие. Значит, берёт он тушёночку свою, специально вызывает огненную струю и просовывает под неё банку. Это мы задыхаемся? И что думаете? Она моментально взрывается прямо у него в руках. Я, естественно, испугался, отскочил. А он как заорёт от боли и упадёт в суд, дорогах. Благо тогда всё обошлось. Его рука потом зажила. Вот такая история. Что-то я заговорился. Пойдём вперёд. Да, интересно. Так, мы тем временем тут загибаемся от радиации. Так, и, значит, к четвёртому месту путешествия следуем. А лесной трансформатор тут какой-то? Ну, это, судя по всему, электры, да? Лесной трансформатор назвали. Сейчас посмотрим, что у нас тут. Да, вон они, электры. Кстати, было бы неплохо вообще проверять... А, у нас он забрал артефу... Этот, детектор. Точно. Так что ничего мы не проверим. Ну что? Такс. Тут по внешнему виду всё ясно, да? Электрические аномалии. Током бьёт не по-детски. Страшные. Однако, такие красивые. Порой бывает оторвать глаза от такого невозможно. Да. Ладно, двигаем мы обратно в деревню. Ууу, ну вот и всё. Пару минут, и мы без проблем в лагере. Так, ну что? Пришли. И оказались в подвале. Может быть, уже даже... Поспали. И тут выброс нагрянул. Или что? Непонятно. Или, может, выброс уже даже и прошёл? Так. Ну и что? Заданий новых не появилось. Так, некий лекарь сидит. Опа! Живой? Прекрасно. Повезло тебе, парень. Повезло. Чёрт подери. Кто вы? Что со мной произошло? Ни черта не помню. Голова как-то немного... Отдаёт. Я лекарь, медик местный. Я и сам до конца не понимаю, что там у вас случилось. Единственное, что точно знаю, это то, что ты вляпался в хитрушку. Ничего страшного. Голова немного потрещит, а потом пройдёт. Тут, знаешь, болячки бывают и пострашнее. Хитрушка? Ну да, хитрушка. Хитрая аномалия. Она такая гадина, что на болты никак не реагирует, ничем таким не выделяется, если со стороны посмотреть. Её можно только при помощи сталкерского чутья почувствовать. Сталкерского чутья? Ну да. Ты же новичок ещё. Сталкерское чутьё – это, скажем так, шестое чувство. То, что подсказывает себе об опасности. У нас же тут как? Дофига всяких паранормальных явлений, аномалии, которые, как хитрушка, никак себя не выдают. Вот в таких условиях, для того, чтобы хоть как-то спасаться от таких явлений, у сталкеров начинает просыпаться шестое чувство. И как оно просыпается? Да само пробуждается, по мере твоего пребывания здесь. Если проживёшь в зоне хотя бы неделю, то оно обязательно даст о себе знать. Ладно, прекращаем лекцию. У меня дела. У волка поспрашивай, что там с тобой случилось. Чутьё. Шестое чувство. Вы точно медик? Хорошо. Хитрушка какая-то. Ладно. И он испарился. Да. Так. О, Миллер, жив? Вот и хорошо. А что случилось-то? Не помню я. Да, в общем, когда мы в деревню возвращались, ты вляпался в хитрушку. Думаю, лекарь тебе поведал о ней. Тебя сильно откинуло с громким грохотом. Я аж в шок впал. Чтоб хитрушка на кордоне? Да не может быть, тогда подумал я. Ну, Ивета как к тебе подбежит и давай тебя тащить. Как назло, ещё из ниоткуда слепыши повылазили. Я их на себя отвлёк. А дамочка тем временем отвела тебя сюда, в лагерь, к лекарю. Знаешь что? Я вот тут сижу и раздумываю о том, что случилось. И я, кажется, подозреваю, почему с тобой это произошло. И почему? Да помнишь, что ты мне сказал, когда мы собирались возвращаться? Сказал, мол, без проблем, доберёмся. Вот здесь ты и прокололся. Я не понимаю, в каком смысле прокололся. Да как бы сказать, зона это не просто территория с какой-то там необъяснимой хернёй. Это своего рода живой организм, который наблюдает за тобой. И она, в зависимости от пути, который ты выбрал, может решить твою судьбу. Живой организм? Бог? Понимаю, кажется, словно это какая-то религия, но поверь мне, я сам многое пережил в зоне отчуждения. Просто задумайся над этим. Ладно, слушай, давай поговорим о том о сём. Вот скажи, ты зачем в зону полез? Я ищу исполнитель желаний. Хм. Да, давно я не встречал тех, кто из-за исполнителя гонится. Ну и зачем же он тебе желание загадать? Какое желание, если не секрет? Я не хочу говорить об этом больше. Ну, как хочешь. Мне, в принципе, достаточно знать, что тебе нужен исполнитель. Скажу только одно. По слухам, этот камень находится в центре зоны. А ещё, по слухам, он нихрена там не исполняет. Если ты действительно за ним пришёл, то тебе надо на север топать. А там всё немного жёстче, чем здесь. Куда больше всяких аномалий, страшных мутантов. Ну и, как полагается, докрена всякой хрени, от которой рот раскрывается от удивления. Сейчас тебе туда идти слишком опасно. Побыть ты тут недельку там, другую, например. Точно. У нас тут ещё преграда на ЖД-мосте появилась. Какая преграда? Да, на железнодорожном пересечении, разделяющем кордон, недавно появилась какая-то неизвестная аномалия, которая убивает любого, кто в неё сунется. Шею кости ломает, сухожилие сворачивает. Некоторые сталкеры подумали, что эта аномалия только на разрушенном мосту. И решили через колючий забор сбоку обойти. Но нет. Даже там убивает. Мы успели назвать её железкой. А нет, никак не назвали. Чё? Ну, какое-то дежави у меня. Такое чувство, будто бы я где-то подобное встречал. А я... А её как-то можно обойти? Да, вроде никак. Все щели-проходы заблокированы. Либо телепортами, либо этой хреновиной. Я вот помню, как один сталкер кричал от злости «О господи, создатель!» Это он так к зоне обращался. Неужто ты ничего, кроме как взять чужое, не додумался? Жекана на тебя нет. Этот парень странным был, конечно. Всё время какие-то непонятные фразы говорил. Ладно. Но насчёт прохода за ЖД поговори с Сидоровичем. Он вроде знает, как туда попасть. Но я бы порекомендовал тебе не спешить. Осмотрись. Может, денег подзаработаешь. Опыта наберёшься. Телепорты? Хм. Хорошо. Хорошо. Вижу, что устали болтать. Пойду прогуляюсь. Так. Интересно, интересно. Телепорты. За ЖД насыпь не пройти. Отсылки на ЖКана. Там. Как раз таки в ЖКане. В Золотом Шаре. Тоже. Была же тут какая-то аномалия, через которую нельзя было просто так пройти. Да, интересно. Ладно. Ну что, с кем ещё поговорим? Техсервис? Может, сюда зайдём? Привет, брат. Привет. Бром. Но молчит. Так, понятно. Ну что, к Сидоровичу тогда сразу? Или куда? Лекарь, спустя по всему, ушёл туда в своё жилище. Но здесь больше никаких отметок интересных я не вижу. Кроме места для сна и личного ящика. Так что пойдём, наверное, к Сидору. Заглянем. Опять. Так, Сидорович, ты можешь помочь мне попасть за ЖД? Как полагаю, уже за ЖД собрался. Хм. Да, могу помочь пробраться за насыпь. Но думаю, сам понимаешь, что не за просто так. Придётся отработать свой пропуск туда. Правда, конечно, ты можешь попытаться обойти эту хреновину на мосту. Или проскочить. Но там валяется множество новичков, как ты, которые попытались это сделать. Но теперь лежат в себе спокойно. Бездыханно. Что ж, я готов к труду и обороне. Что нужно делать? Сразу к делу. Без лишних вопросов. Хм. Ну и отлично. Хочу сказать, что я дам тебе целый ряд заданий. Выполнишь, будешь молодцом. И узнаешь, как за насыпь попасть. Провалишь, можешь считать, что тебе конец. Потому что я тебе такую жизнь устрою, что мало не покажется. Так, сейчас давай к заданию. Значит. Ко мне сталкер по прозвищу Верг нес очень важную информацию. Но словно специально он пропал. На связь не выходит. В общем, всё как обычно. Последний раз выходил, когда был на разрушенном ЖД мосту. Под ним ещё огненное аномальное поле образовалось. Пекарни прозвали. Короче, мне нужно, чтобы ты нашёл Верга. А точнее, его инфу. И притащил мне. Всё ясно. Да, всё ясно. Говоришь, последний раз выходил на этом ЖД мосту? Ну, я пошёл. На ЖД мосту? То есть, ты меня отправляешь в самую опасную аномалию, которая тут есть, да? Сразу. Начинаются радиоактивные осадки. Да, Сидорович. Да. Ну, ладно. Подождём пока тогда. Короче, я подождал, пока закончатся эти радиоактивные осадки. И решил, наверное, что давайте мы сейчас поспим. Хоть 17.44, но как-то всё равно темновато. Какая-то погода мне не нравится. Вот решил зайти в это здание, где есть кровать. Смотрите, тут прям всё так оборудовано. Специально. Это же вроде был просто разрушенный дом. Да. А теперь вот тут появилась комнатка. Неплохо. Ну, ладно. Короче, поспим тогда часов до 5 утра. И потом уже отправимся в сторону ЖД моста. К той аномалии. Короче, бежал я в сторону аномалии, как вдруг вот в этом месте нас останавливает некий сталкер. Чайка. Эй, брат сталкер, помоги, я тут застрял. Эй, ты кто? Что с тобой случилось? Я застрял в этом тоннеле, с двух сторон стоят стены аномалии, через которые невозможно проскочить. Я в замешательстве, не знаю, что делать. Мда, и как же тебя угораздило? Да я от собак убегал, спускаясь с холма, что за моей спиной. Я споткнулся, затем белая вспышка, и я здесь, в этой ловушке. Еще к тому же рюкзак с хабаром там уронил с артефактом. Помоги, сталкер. Хабар с артефактом? Ну что ж, я гляжу, тебе уже не помочь. Так пусть этот хабар мне послужит. А по-другому никак нельзя? Найти его тайник. В смысле? Мужик. Как так? И что, он там останется? Кстати, по-моему, в золотом шаре тоже было какое-то похожее задание. Тут тоже вот в районе этого тоннеля, по-моему, были как раз-таки тоже какие-то аномалии, которые не пускали. И главный герой даже в эту ловушку вроде как попадал, я уже забыл. И там как раз тоже был какой-то тайник, надо было искать. Или нет, я что-то путаю, может. Так, ну сейчас у нас тайник на карте обозначен. Этот неудачник оказался в ловушке, с которой ему явно не выбраться. При разговоре ляпнул, что обронил свой рюкзак на холме. Что ж, теперь его хабар мне удружит. Интересно. Почему главный герой даже не попытался как-то ему помочь, хотя, с другой стороны... Ну я не знаю, можно что-то было придумать. Ну вот я здесь. И что? Мужик. Пойдем со мной. Че сидеть? Тут пройти через эти аномалии, как нефиг-нафиг. Че ты там уселся, расселся? Так. Ну и что? Ну, рюкзак, че не обыскиваешься? Так. Огненный шар. Патроны, водка, еда. Медикаменты. Да. Ну, конечно, да. Ладно. Так, топаем дальше. Значит, в сторону пекарни. Сталкер по гречке вверх доставлял торговцу важную информацию, но он пропал. Последний раз он выходил на связь с районами разрушенного жадода моста. Думаю, стоит проверить этот мост. Но там же это страшная аномалия. Так, а тут вообще какой-то труп мы пробегаем. Опа. Труп в электре. Ну-ка, и как же тебя достать, дружище? Ты же тут не просто так лежишь. Так, гор. Это некий гор, но он пустой. Ладно. Может, по какому-то другому квесту еще будет. Так, а что у нас впереди? Мне показалось, это кабаны. Нет, это просто камни. Так, вон еще трупы. Да, там целая гора трупов. Но к ним, наверное, соваться не стоит. Это все... Те ребята, которые пытались пробраться за насыпь. О-о-о, сколько там на миникарте. И что, мы можем спокойно туда типа идти? Тут не будет такого, как в золотом шаре. Там как-то какую-то отметку, черту пересекаешь. Главное, герой просто убивает. Что-то как-то... Че-то как-то странно. Хм. Ну, давайте. Попробуем. Что делать? Ну, здесь жарко дубарит. Как ненормальное. Топор. Какой-то топор с КПК. КПК. Саша. Ладно, осматриваем всех еще. Вот, вверх. Флешку нашли. И КПК тоже. Так, сейчас тогда уже осмотрим всех. Забираем. И еще одного товарища. Вот здесь вот. Еще один КПК. Так, все забрали. Надо уходить. Ну, че-то как-то странно. Туда мы попали без всякой защиты. Прошли. Можно было придумать еще квест с получением костюма защитного. Странно, это все странно. Значит, что мы тут нашли? Всякие КПК. КПК бумаги. Здесь множество довольно интересных данных и записей, которые могут заинтересовать Сидоровича. Примечательно, последняя запись. Совсем недавно к нам в лагерь прибыла девушка. Она именует себя Ивета. Она красивая, правда? Очень замечательная. Не сказал бы, что я влюбился в нее. Скажем, просто очень понравилось. Меня разрывает желание ей что-нибудь подарить. Черт подери, я подарю ей артефакт. Но какой? Хм, у меня есть кое-что на примете. Артефакт-кристалл. Слышал, что он должен быть в пекарне. Опасно туда соваться, но я рискну. Ради красивого подарка для дамы. Угу. Ну вот рискнул. Так, но мы этот артефакт, если что, сейчас не найдем. КПК топора. Так и знал. Вот так и знал, что не надо было верить Вульфу и его конторе ЗАДПРО. Что? Чего? Просто надурили меня, ненавижу их. Теперь придется пробираться за ЖД самому. Да. КПК Верга. Все записи скрыты, кроме последней. Последняя запись. Дела у меня идут пока нормально. Сейчас мне нужно доставить Сидеру одну важную информацию от... Я не знаю, мне сказали, что неизвестные. И меня это не должно напрягать. Ладно, меня это все равно не интересует. Куда интереснее то, что я породвинулся в варке артефактов. Пришлось нехилые средства отдать за некоторые рецепты и за мини-руководство по созданию артефактов из всякого. Я смог сварганить пару артефактов. Скажу, это дело, конечно, клевое. Создавать артефакты, причем из всякого шурпотреба. Правда, долго это. Сначала нужно достать ингредиенты, затем кинуть в аномалию и ждать. Плюс может все пойти по хрену и ничего не выпадет. Спрятал рецепты на элеваторе, в люке бензовоза. Там безопасней. Сейчас я пойду в пекарню. Там мне бы найти кристалл для моих дальнейших варок. Надо бы поосторожней там. Как бы не попасть в жарку или неизвестную аномалию эту. Так, говоришь, значит... Бензовоз. Ладно, проверим. И флешка Верга, съемный носитель информации, который Верг нес торговцу Сидоровичу. Хорошо, ну пойдем проверим этот бензовоз. Какие там рецепты? Такс. Ну-ка. Ну-ка. Так, что-то написано. В принципе, ничего интересного. Ладно. Да, вот она флешка. Рецепты Верга. Флеш-носитель. В нем хранится множество рецептов по варке артефактов, на которые Верг потратил немалые средства. Ага, забрали и что-то произошло. И кто это тут топает вокруг? О, терки. Оба-на. А ну, крензеля, давай эту флешечку. Если что, могу повторить просьбу. И это, без резких движений. Ты понял меня? А зачем она вам? Да, блядь, твое какое дело. Нужно, значит, мне она. Нужна. Я не давай. Или что, жить-то доело? Делать нечего. Придется его отдать. Я же ведь не какой-нибудь терминатор, чтобы вынести их троих. Ладно. Расслабься, держи. Ага. И контролер пришел. А главный герой... У него защита, да? Что такое? Рецепты Верга. Да, контролер всех убрал. Что произошло? Ну, рецепты Верга мы потеряли. Ну, сейчас можем, по идее, забрать, да? Или нет? КПК Теркова. Запись 1. Короче, мы узнали, что один хрен закупил множество очень ценных рецептов в арке артов. Нам бы и пофигу было, если бы не то, что за эти рецепты можно нехило бабосы поднять. Разузнали, что он хранит свои рецепты в схроне. Решили найти его и по-пацански спросить, где лежит. Запись 2. Бля, нашли этого хрена. Только вот Дент сразу его прикончил прямо в аномальном поле твою дивизию. Придурок. Никто лезть в аномалию не хочет. Я тоже. Зашипись. Че делать-то? Стоп. Видим, какой-то крендель обыскать нашего хрена намылился. Ха! Надо бы и за ним проследить. Может, приведет нас к тайнику. Хм. Да, конечно. А что произошло сейчас? Непонятно. Бент. Вот он. Страшный и опасный. Бент. Так, ладно, пистолеты возьмем. И куда пропали рецепты? Непонятно. И что теперь? Возвращаться к Сидоровичу? Да выполнить задание Верга. Как я предполагал, Верга оказался на ЖД Мастун. Погиб. Видимо, от жарки. Флешка с НТВ у меня. Теперь пора доковылять... Довыполнять задание Верга. То есть доставить предмет Сидоровичу. Так, ладно. Ну хорошо. Хотя бы эту флешку у нас не забрали квестовые рецепты. В принципе, хрен с ними. Все равно, наверное, тут механика в арке артефактов в этом моде отсутствует. Я предполагаю. Хотя не факт. Так. Ну ладно, тогда нужно возвращаться обратно к Сидоровичу. Но давайте, наверное, к нему вернемся уже в следующей серии. На этом пока что все. Всем большое спасибо за просмотр. Слушайте, куда я попал? Сюда хрен выберешься теперь? Ууу. Там у нас аптечка лежит. Надо до нее допрыгать и потом выбираться как-то. Да, вот тут аккуратно. Короче, на этом все. Спасибо всем за просмотр. Всем удачи и пока.